Здравствуйте! С вами ежедневный выпуск программы «День города» Марина Комиссарова в студии. В ближайшие 15 минут смотрите материалы моих коллег. Здравствуй, юность в сапогах! Почему молодежь все чаще выбирает службу по контракту? Уроки мужества. В преддверии самого мужского праздника ОМОНовцы показали молодому поколению, на что способны. Я плачу налоги. Где мои дороги? В составлении карты разбитых дорог может поучаствовать каждый. Проводы зимы. Наша съемочная группа готовит главное блюдо масленицы. Есть такая профессия – родину защищать. Служба в армии еще несколько лет назад пугала и призывников, и их родителей. Но сейчас ситуация в корне меняется. Все больше молодых людей добровольно выбирают юность в сапогах. Патриотический подъем последних лет дополняется еще и тем, что служба гарантирует стабильность, которой на гражданке не всегда можно достичь. Наш корреспондент Валерий Седов в преддверии Дня защитника Отечества порассуждал, стоит ли ему променять микрофон на автомат. Накануне Дня защитника Отечества на площади Победы проходит акция «Служба в рядах вооруженных сил российской армии по контракту «Твой выбор», где представлена экипировка российской армии, а также подробнее можно узнать о преимуществах военной службы по контракту. Сегодняшнюю акцию проводит пункт отбора на военную службу по контракту по Рязанской области совместно с воинскими частями Рязанского территориального гарнизона. Они представили вниманию жителей Рязани различные образцы военной техники и вооружения, поэтому людям есть на что посмотреть и что подержать в руках. Также вы можете прямо здесь заключить контракт на прохождение военной службы. Ее преимущество заключается в том, что военнослужащий по контракту имеет полный социальный пакет, в который входит медицинское обеспечение бесплатно, вещевое обеспечение, также продовольственное обеспечение и переезд. Сам я служу уже 9 лет. Я никогда не жалел то, что я выбрал службу в вооруженных силах Российской Федерации. Мне всегда нравилось еще с детства военный форум одежды. У меня, так сказать, я из семьи военнослужащих, у меня династия военной в семье, поэтому я выбрал свой путь в вооруженных силах Российской Федерации. Многих жителей нашего города привлекла эта акция, и они с любопытством подходят к выставочным образцам, где им попутно рассказывают обо всех преимуществах контрактной службы. Вы знаете, это радует. Я думаю, что это будет привлечением для нашей молодежи, которая обязательно будет стремиться к армии. Нет, не служил. А, планируешь? Да. Поконтрактывались? Ну, если возьмут. Я хотел бы всем гражданам Российской Федерации, которые проходили военслужбу либо по призову, либо по контракту, которые сейчас проходят военнослужащие, хочу пожелать вам крепкого здоровья, чистого неба над головой и всего самого наилучшего. В преддверии праздника 23 февраля настоящие мужчины показали уроки мужества молодому поколению. Сотрудники ОМОН приоткрыли тайну своей профессии школьникам и студентам. Они показали то, что обычно видят лишь преступники при задержании. Буквально за одну минуту они провели тренировочную операцию по изъятию наркотиков. В боевых условиях она проходит еще быстрее. Слаженность в работе достигается благодаря тренировкам. Каждый день сотрудники ОМОНа оттачивают боевые и физические навыки. Ведь каждая операция, в которой они задействованы, связана с сохранением человеческих жизней. Освобождение заложников, захват террористов и задержание вооруженных преступников. Сотрудники ОМОН всегда находятся на передовой. Когда начали стрелять, я даже вспыхалась, но мне сказали, не надо бояться, и не вспыхалась. Так я бы там сейчас лежала, побежала куда-нибудь. Не надо думать, что сотрудники ОМОН только применяют силу. Ребята все юридически грамотные. Большинство из них учатся и уже отучилась в высших учебных заведениях в городе Рязани. Как на юридических факультетах, ну и по желанию ребята у нас учатся в педагогических факультетах. Помимо владения собственным телом, на помощь приходит передовая техника. В преддверии приближающегося праздника ее можно было не просто посмотреть, а потрогать и сфотографироваться. Возможно, это первое знакомство станет для кого-то началом профессиональной карьеры. Мобильный отряд особого назначения состоит из разных специалистов. Любители животных могут стать кинологами и обучать собак поиску опасных веществ. За техническую часть операции отвечают саперы. Именно им предстоит обезвредить бомбу. Если человеческий глаз обычно не может воспринять, надо открыть какую-то крышку, чемодан или чего-то, а это не всегда безопасно, мы помещаем вот этот эндоскоп зонта в отверстие и уже здесь через видеоустройство смотрим, что находится внутри. Такая работа требует повышенных мер безопасности, поэтому в распоряжении саперов находится специальный костюм. Этот шлем – часть костюма сапера. Здесь есть фонарик, стекло, которое выдерживает прямое попадание пули, а также микрофон, благодаря которому человек может общаться вместе со своей командой. В нем приходится работать по несколько часов. Для этого костюм оснащен кондиционером. Ведь любая капля пота или неверное движение могут привести к печальным последствиям. Однако в Рязани работают исключительно профессионалы. Они любят свою работу и делают все возможное, чтобы покой мирных граждан никто не нарушал. Сюрприз для водителей от представительниц дорожной полиции. Сотрудницы госавтоинспекции решили оригинально поздравить рязанцев с Днем Защитника Отечества. Праздничную акцию проводили на дорогах областного центра «Леди в погонах». Останавливали водителей, мужчин под видом проверки документов. Но вместо стандартной процедуры автовладельцев ждал небольшой сюрприз в виде поздравления. Самый главный мужской праздник не за горами. И сильная половина человечества уже начинает принимать поздравления и подарки. Необычный рейд провела сегодня Рязанская госавтоинспекция. Улицу города украсила прекрасная половина дорожной полиции. Девушек не напугалась лякотная погода. А водители-мужчины приятно удивлялись, получая подарки и пожелания доброго пути. Всех мужчин, водителей, женщин и сотрудники госавтоинспекции поздравляют с наступающим праздником. И дарят полезные подарки и желают безопасных дорог. С наступающим праздником мужчин. Поэтому сегодня даже стараемся не проверять документы. Надеемся, что они у вас все в порядке. Вы, наверное, надеемся, что так он послушный водитель. Поэтому вот подарок от нас, памятник. Чтобы вы всегда хорошо знали требования правил дорожного движения. Очевидно, что автомобилистов с хорошим настроением в нашем городе сегодня стало больше. И тем не менее, правил дорожного движения никто не отменял. А настоящие защитники отечества всегда трезвы за рулем и законопослушны на дороге. Я плачу налоги, где мои дороги. Под таким лозунгом в Рязани открылась интерактивная карта убитых дорог. В перспективе обычные водители и пешеходы смогут отметить на сайте проекта те участки дорожного полотна, которые стоит отремонтировать в первую очередь. О том, как это сделать, в репортаже Галины Ершовой. Зима подходит к концу. Снег медленно тает, а вместе с ним с дороги исчезает асфальт. Большие и маленькие ямы заполняются водой, создавая аварийную ситуацию. Новый способ борьбы с ними предложили активисты Общероссийского народного фронта. Они создали всероссийскую карту убитых дорог. За работой проекта в Рязани будут следить местные активисты. Они призывают граждан самим отметить наиболее проблемные для города участки трассы. А власти прислушаться к мнению тех, кто каждый день пытается доехать домой без риска для собственной жизни. При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан. А планы ремонта попадают те дороги, которые не требуют оперативного вмешательства. Проект существует всего неделю, но на карте уже появились первые отметки. Это участки дороги, которые, по мнению граждан, стоит отремонтировать в первую очередь. Чтобы поделиться собственным мнением, каждый желающий может зайти на сайт дороги defisonf.ru. Система предложит зарегистрироваться, выбрать населенный пункт, отметить участок дороги не более 5 километров. Обязательно нужно прикрепить фотографии и описать проблему. Модерация может проходить до суток. Связано это с тем, что, во-первых, достаточно много заявок идет на сайт. И второе – это проверить актуальность фотографий. Если зимой разместили фотографию летнюю, то здесь уже может быть подозрение. И вообще, в принципе, с этой ли улицы эта фотография сделана. После этого точка появится на карте. Она будет обозначена красным цветом. Желтой она станет, когда участок включит в план по ремонту дорог. И зеленый, когда ремонт будет завершен. Также на сайте можно проголосовать. Таким образом, будет составлен рейтинг самых опасных участков дороги. Эти данные два раза в месяц будут отправляться в Министерство транспорта Рязанской области. Активисты планируют, что на основе этих данных власти смогут скорректировать краткосрочные и долгосрочные планы. А также более эффективно расходовать бюджетные средства. Сейчас лидером общественного мнения стала дорога в Сасовском районе. Между селами Берестянка и Кустаревка, по которой каждый день следуют школьные автобусы. Мы вносили предложение по ремонту отдельных участков этой дороги, потому что у него очень большая протяженность, 36 километров. И мы умом понимаем, что 36 километров в отдаленном населенном пункте, ну это очень дорого сделать, как бы, да. И, наверное, неразумно. Но хотя бы там по 3-4 километра в год самые проблемные участки не ямочным ремонтом, а нормальным делать. Таким образом, за пять лет трассу можно будет привести в порядок. Будет ли сайт по-настоящему эффективен, покажет время. Но активисты сделают все возможное, чтобы мечты о ровном асфальте стали, наконец, реальностью. Выходные предстоят долгие, что не может не радовать. Как провести их весело и с пользой, и чем занять себя в празднике, расскажет Галина Ершова. Эта неделя как никогда богата на события. Ведь рязанцы отмечают сразу два крупных праздника – День защитника Отечества и Масленицу. Отдыхать с пользой начнем уже 23 февраля. С 10 утра в торговом центре М5МОЛ будут работать две экспозиции – военная техника и средства десантирования. Среди экспонатов – БТР и военные КАМАЗы и многое другое. Гостей праздника научат разбирать и собирать автомат, проведут показательные выступления по боксу, самбо, дзюдо, теквандо, армейскому рукопашному бою, приемам с оружием и многим другим единоборствам. А также вдохновят патриотичными песнями военного оркестра Рязанского училища ВДВ. В 12 часов отважные защитники Родины смогут продемонстрировать свою физическую подготовку, приняв участие в первых открытых соревнованиях по подтягиваниям среди мужчин. Участвовать могут все желающие. В 2 часа дня праздник переместится на улицу Победы. Здесь рязанцы смогут спеть и сплясать под гармонь, пообщаться с выдающимися защитниками Отечества, а также сфотографироваться с военной техникой, отведать блюда полевой кухни и поучаствовать в захвате снежной крепости. В пятницу, 24 февраля, рязанцев приглашают на шумную и веселую масленицу, которая пройдет на Лыбецком бульваре. В организации праздника задействовано 250 артистов и волонтеров. Будут сохранены все традиционные атрибуты народного гуляния. Молодецкие потешки, обжорные ряды, спортивные состязания. Одним из новшеств этого года станет проведение городской двореады. А также граждане смогут выбрать, каким хотят видеть бренд нашего города. Провожать зиму будем всю неделю. 25 февраля в 11 часов праздник пройдет у Центрального рынка. 26 февраля рязанцев ждут на площадках у кинотеатра «Октябрь», Дома культуры «Приокский», Центрального парка культуры и отдыха и в Константиново на родине Сергея Есенина. В программе молодецкие забавы, традиционные русские испытания и, конечно, угощения. На этом поводы выбраться из дому не заканчиваются. В пятницу, 25 февраля, рязанцев ждут красочные исторические бои, блеск доспехов, звон мечей и настоящие средневековые баталии. Все это на турнире «Рязанский Витязь». Начало в 12 часов на площадке у Барса на Московском шоссе. Также в пятницу пройдет 10-й губернский молодежный бал. Почувствовать себя прекрасной леди и покружиться под звуки вальса, посетить музыкальную гостиную и многое другое можно с 4 часов. А начиная с 25 февраля в торговом центре «М5 Мол» будет работать арт-базар, где вы сможете посмотреть и приобрести удивительные подарки ручной работы. Удачных вам выходных и побольше впечатлений, которые будут согревать вас до первых весенних дней. В понедельник в стране стартовала масленичная неделя или широкая масленица. Каждый день рекомендуется выпекать и поедать блины. Рецептов существует великое множество. С некоторыми из них познакомилась Алена Куколева. Третий день масленицы. Тещина вечерки среда получил название «Лакомка». В этот день теща приглашала зятя в гости лакомиться самыми лучшими блюдами. При этом основным угощением, конечно же, были блины. В народе говорят, чем больше блинов на масленицу съешь, тем богаче и счастливее год проживешь. В этот день приглашали друзей, знакомых, родственников и угощали всякими разнообразными лакомствами, сладостями, медом, пряниками. Делали широкие гуляния. Иначе год будет бедный, неплодородный и много богатств в семью не принесет. Надежда, повар со стажем, признается. Времени, потраченного у плиты, не жалко. Хуже, если тарелки не опустили. Тещина блины – это по обычаю целый пир. Уж каких только не напечет. И маленьких, и больших, и молочных. А гости этого ресторана сегодня будут лакомиться пухлыми шоколадными оладьями. У каждой хозяйки, как с борщом, так и с блинами, у всех свой рецепт. Какие кто любит. Кто-то любит на молоке, кто-то на воде, кто-то там с большим количеством всякой сдобы, кто-то просто пресные. Мы любим здесь, чтобы было много, сладко и вкусно. Поэтому у нас там молоко, масло и яйца. И много сахара, соответственно, поэтому обычные блинчики тоненькие-притоненькие получаются. А дрожжевые, соответственно, такие богатые, домашние, очень вкусные. Первый блин комом. Именно так правильно писать. На Руси существовала традиция кормить в масленицу просыпающихся от зимней спячки медведей. В древности медведи называли комами. Именно отсюда и возникла эта пословица. То, что первый блин неудачный, как ком, современные хозяйки пословицу адаптировали под себя. Если сковорода не сильно раскалилась, то, конечно, он может там свернуться как-то. А в принципе, первый блин, я считаю, должен быть всегда на пробу. И собирает лишнее масло со сковороды. Поэтому первые, ну, так попробовать, но гостям лучше не стоит. Если делать, то надо с душой. Поэтому следующие они побудут уже. Рука набьется и количество теста. И вообще, вот смотрите, какие хорошие. Сегодня, если верить традициям, необходимо пригласить домой друзей, чтобы вместе насладиться угощениями. Этим днем закончится так называемая узкая масленица. И уже завтра начнется широкая. В этот день на Киевской Руси всегда объедались досуто блинами и пирогами. На этом все новости предпраздничного дня. Телекомпания «Город» поздравляет с наступающим днем защитника Отечества всех причастных к непростому делу защиты Родины. Всем нашим телезрителям пожелаем хороших, насыщенных событиями праздничных выходных. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин